Доблесть 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 Маслен терпеливо выслушивал его упреки, так как он восхищался характером диогена А в отместку за то, что диоген называл его трубой, он говорил, что диоген похож на овода Овод машет своими крылышками почти не слышно, но жален жестоко Острый язык Диогена Антисфену очень нравился. Если всадникам достанется конь норовистый, но смелый и выносливый, его тяжелый нрав они переносят охотно, а ленивых и медлительных коней терпеть не могут и от них отказываются. Подчас Антисфен подзадоривал Диогена, а иногда напротив пытался обращаться с ним мягче. Так поступают и те, кто, изготовляя струны для музыкальных инструментов, сильно натягивают их, но тщательно следят за тем, как бы они не провались. После смерти Антисфена Диоген переселился в Каринфе, полагая, что больше ни с кем общаться не стоит. В Каринфе он не нанял себе жилья и не поселился ни у кого из гостеприимцев, а стал жить под открытым небом возле края. Он видел, что именно в Каринфе собирается больше всего народу из-за того, что там и гавань есть, и гитер много, и что этот город лежит как бы на перекрестке всех дорог Греции. Диоген думал, что, подобно хорошему врачу, который идет помогать туда, где больных больше всего, и философу необходимо находиться именно там, где больше всего встречаются людей неразумных, чтобы обнаруживать их неразумие и порицать его. Поэтому, когда пришел срок истмийских игр, и весь народ повалил на Истму, он тоже направился туда. Таков уж был у него обычай на больших сборищах изучать, к чему люди стремятся, чего желают, ради чего странствуют и чем гордятся. Он уделял время любому человеку, который хотел с ним встретиться, и говорил, что одно его удивляет. Если бы он объявил себя зубным врачом, к нему пришли бы все, кому надо вырвать зуб. Если бы он, Зевс-свидетель, обещал излечивать от глазных болезней, к нему тотчас же явились бы все страдающие глазами. То же самое случилось бы, если бы он заявил, что знает средства от болезни селезенки, от подагры или от насморка. Но когда он говорит, что излечит всех, кто последует его указаниям, от невежества, от подлости, от необузданности, никто не приходит к нему, не просит об излечении и вовсе не думает о том, как много приобрел бы он от такого лечения, как будто человек меньше страдает от этих болезней души, чем от болезней тела, и как будто для него хуже иметь разбухшую селезенку или гнилой зуб, чем душу безрассудную, невежественную, трусливую, необузданную, жаждущую наслаждений, несвободную, гневливую, недобрую, коварную, то есть во всех отношениях дурную. В ту пору всякий мог слышать возле храма Посейдона, как орут и переругиваются толпы жалких софистов, как сражаются между собой их так называемые ученики, как множество писак читают вслух свои нелепые сочинения, множество поэтов распевают свои стихи, и как слушатели восхваляют их, как множество фокусников показывают разные чудеса, множество гадателей истолковывают знамения, как бесчисленные риттеры извращают законы, как немалое число мелких торговцев распродают всякую всячину. Конечно, и к Диогену бросилось несколько человек. Из Каринфин, правда, не подошел ни один. Они полагали, что им от него никакой пользы не будет, так как они привыкли видеть его в Каринфе ежедневно. Те, кто подходил к нему, были пришельцами из чужих городов. Да и они, немного поговорив с ним или послушав его речи, скоро удалялись, боясь его упреков. Именно поэтому Диоген сравнивал себя с лаконскими псами. Когда их показывают на зрелищах, всякому хочется погладить их и с ними поиграть. Но покупать их охотников нет, так как обращаться с ними не умеет никто. КОНЕЦ Когда кто-то спросил его, зачем он пришел сюда, не для того же, чтобы поглядеть на состязание, он ответил, нет, чтобы участвовать в них. Его собеседник засмеялся и спросил, с какими же противниками он собирается помириться силами. Диоген, бросив, как обычно, взгляд из-под лоби, ответил, с самыми страшными и непобедимыми, с теми, кому ни один Эллен не смеет взглянуть в глаза. Они, правда, не бегуны, не борцы, не прогуны, не кулачные бойцы и не стрелки из лука. Но они делают человека разумным. КОНЕЦ Кто же? Труды, сказал Диоген. Тяжкие труды, непреодолимые для обжор и безрассудных людей, которые весь день пируют, а ночью храпят. Эти труды под силу одолеть только людям сухощавого, худым, с животами подтянутыми, как ов. Неужели ты думаешь, что от толстопузок много толку? Людям разумным следовало бы провести их по городу, подвергнуть очистительным обрядам и изгнать. А еще лучше убить. Разрубить на мясо и употребить в пищу, как делают с крупными рыбами, мясо которых вываривают и вытапливают из него жир. У нас в Понте так добывают свиное сало для умощения. Право, я думаю, у таких людей не больше души, чем у свиних. А человек благородный считает труды самыми мощными своими противниками. И с ними он добровольно сражается и ночью, и днем. И делает он это не для того, чтобы ухватить, уподобляясь козлам, немножко зеленого сельдерея, ветку маслины или сосны, а чтобы завоевать себе благоденствие и доблесть. И притом на всю жизнь. А не только на то время, пока находишься в гостях у элейцев, коринфян или у целого сборища фессалитов. Такой человек не боится никого из своих противников. Не просит, чтобы ему позволили состязаться не с тем, а с другим противником. Нет. Он вызывает на бой всех подряд. Сражается с голодом, терпит холод и жажду. Сохраняет силу духа, даже если приходится переносить побои. Не малодушевствует, если его тело терзают или жгут. Бедность, изгнание, бесславие и другие подобные бедствия ему не страшны. Их он считает пустяками. Такой совершенный человек нередко даже забавляется всем этим, как забавляются дети игрой в кости или в пестрые шары. Редактор субтитров А.Семкин «Эти противники», продолжал Диоген, «кажутся страшными и неодолимыми только людям ничтожным. Но кто презирает их и смело выйдет на бой, увидит, что они трусливы и не способны одолеть человека сильного. Они как собаки, которые преследуют бегущих и кусают их. А тех, кого схватят, рвут на куски. Но если кто прямо идет на них и вступает с ними в бой, они пугаются и отступают. А потом, познакомившись поближе, начинают вилять хвостом. Большинство людей смертельно боятся таких противников. Уклоняются от встречи с ними, обращаются в бегство и даже не имеют мужества взглянуть им прямо в глаза. Напротив, искусные кулачные бойцы, если опередят своего противника, не дожидаясь его удара, часто выходят из боя победителями. Если же они, испугавшись, отступят, то на них обрушатся сильнейшие удары. Также и того, кто презирает трудности и храбро принимает бой, выходя им навстречу, они не могут одолеть. Если же он отшатнется и отступит, они будут казаться ему все более непреодолимыми и грозными. Ты видишь это и на примере борьбы с огнем. Схватись с ним смело, и ты погасишь его. А будешь присматриваться и подходить к нему с опаской, сильно обожжешься. Так подчас обжигаются дети, когда, играя, они пытаются погасить пламя языком. Все те противники, о которых я говорил, похожи на умелых борцов. Они душат, терзают, а иногда и бьют насмерть. Но есть и более страшная битва. Состязание вовсе не легкое, но еще более трудное и опасное. Это борьба с наслаждением. Битва эта не похожа на то, о которой говорит Гомер. Снова у быстрых судов запылала свирепая битва. Бились секирами тяжкими, взад и вперед с лезвиями, бились мечами и копьями острыми сверху и снизу. Нет, это не такая битва. Ведь не открыто использует наслаждение свою мощь. Оно обманывает и чарует страшными зельями, как, по словам Гомера, опаивала кирка спутников Одиссея и превращала кого в свиней, кого в волков, кого в разных других животных. Вот таков нрав и у наслаждение. Оно прибегает не к одной какой-нибудь коварной уловке, а к самым различным. Оно пытается соблазнять нас и через зрение, и через суть, через обоняние, вкус, осезание, через пищу, питье и любовные приманки, во время бодрствования и во время сна. Против наслаждения нельзя выставить стражу, как против вражеского войска, и потом спокойно уснуть. Нет. Именно тогда оно сильнее всего нападает на человека, то расслабляя и порабощая его посредством сна, то посылая ему преступные дурные сновидения, напоминающие ему о наслаждении. Кроме того, трудности можно преодолеть по большей части силой мускулов. А наслаждение действует через любое чувство, которое присуще человеку. Трудностям надо глядеть прямо в лицо и вступать с ними в рукопашную. А от наслаждения следует бежать как можно дальше и не общаться с ним, разве что в случаях крайней необходимости. И поэтому самым сильным человеком поистине является тот, кто сумеет убежать от наслаждения дальше всех. Ибо невозможно пребывать в общении с наслаждением или даже хотя бы мимолетно встречаться с ним и не попасть полностью в его власть. Когда же оно завладевает душой и опутывает ее своими чарами, тогда-то и происходит то, что случилось в жилище Кирки. Оно легонько ударяет человека своим жезлом, загоняет его в свиной хлев, и с этой поры он уже не человек, а свинья или волк. От наслаждения рождаются также и всевозможные ядовитые змеи и всякие прочие пресмыкающиеся. Они поклоняются наслаждению, ползают у его дверей, жаждут его, служат ему, терпят притом бесчисленные муки и все напрасно. Ибо наслаждение, победив их и завладев ими, насылает на них бедствия отвратительные и тяжкие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот в каком состязании я испытываю свои силы, борясь против наслаждения и преодолевая трудности. Но эти вот ничтожные люди на меня внимания не обращают, а глазеют на прогунов, бегунов и плясунов. Наверное, и прежде люди не видели, как борется и трудится Геракл, и его труды не трогали их. Верно, и тогда они восхищались какими-нибудь атлетами, вроде Зета, Калаида, Пелея и прочими скороходами и борцами. Одними они восторгались за их красоту, другими за их богатство, например, Язоном и Кениром. О Пелопсе даже рассказывали, будто одно плечо у него было из слоновой кости, словно человеку есть какой-то прок от того, что у него рука из золота или слоновой кости, или глаза из алмазов и изумрудов. А какая у Пелопса была душа, этого не знал никто. Геракла же, трудившегося и боровшегося, все жалели и называли злосчастным среди людей. Поэтому-то его труды и дела прозвали подвигами, полагая, что жизнь полная трудов и есть жизнь злосчастная. А после его смерти почитают больше всех. Его считают Богом, дают ему в жены Гебу и ему, поборовшему столько бедствий, молятся об избавлении от них. Люди думают так же, будто Еврисфей имел власть над Гераклом и давал ему свои повеления. И в то же время Еврисфея считают все ничтожным человеком. И никому никогда не приходило в голову молиться ему или приносить ему жертвы. А Геракл прошел пешком всю Европу и всю Азию. Причем вовсе не был похож на нынешних борцов. Куда он мог бы дойти, если бы таскал на себе столько мяса? Нуждался бы сам в таком количестве мясной пищи и спал бы таким крепким сном? Нет, он был неутомимым, поджаром, как лев с острым зрением, острым слухом. Он не боялся ни стужа, ни зноя, не нуждался в подстилках, плащах и коврах. Носил косматую шкуру, терпел голод, добрым помогал дурных коралл. Диамедов Ракийца Геракл, который носил богатую одежду, восседал на престоле, пьянствовал целые дни, утопал в роскоши, обижал чужестранцев и своих собственных подданных и держал множество коней. Этого Диамеда Геракл хватил палец из своей и разнес в гребежи, как старую миску. Гириона, владельца огромнейших стад, самого богатого из всех западных владык и самого надменного, он убил вместе с его братьями и угнал его быков. А когда Геракл увидел, как усердно занимается гимнастическими упражнениями буси-рит, как он целыми днями ест и как чеванится своими успехами в борьбе, он бросил его озимь и распорол его тело, как слишком туго набитый мешок. Он распустил пояс амазонки, соблазнявший его и воображавший, будто она одолевает его своей красотой. Он овладел ею и показал ей, что он никогда не будет убежден красотой и никогда не отступит ради женщины от своих подвигов. Прометея же, который, я полагаю, был чем-то вроде софиста, он нашел погибающим от людской молнии. Ведь у него раздувалась и увеличивалась печень, когда его хвалили, и сморщивалась, когда его порицали. Геракл пожалел его, освободил его от безрассудства и чистолюбия, а вылечив его, сейчас же пошел дальше. Все это он совершил вовсе не в угоду еврисфею. Золотые же яблоки, которые он добыл и принес с собой, яблоки гесперид, он действительно отдал еврисфею. Самому Гераклу они были ни на что не нужны. А от золотых яблок ведь никакого проку нет, да и не таким быстроногим. Стал терять силы, он испугался, что больше не сможет жить, как прежде. Я думаю, у него была и какая-нибудь болезнь. И позаботился о себе лучше, чем кто-либо из людей. Он сложил у себя на дворе костер из сухих дров и показал, что даже самое жаркое пламя он не ставит ни во что. Однако, незадолго до этого, чтобы люди не думали, будто он совершал только громкие великие дела, он выгреб навоз из хлевов у Афгия, накопившийся там за много лет, и своими руками вычистил хлев. Он полагал, что он должен не менее упорно бороться и сражаться с предрассудками, чем с дикими зверями и злодеями. Пока Диоген говорил все это, много народа стояло вокруг него и слушало его слова с большим удовольствием. И тогда, как я думаю, вспомнив о Геракле, он оборвал свою речь, сел на землю и повел себя непристойно. Сейчас же все отшатнулись от него, назвали его полоумным, а софисты снова заорали, как орут лягушки в болоте, пока не завидят водяную змею. Субтитры создавал DimaTorzok